здравствуйте дорогие друзья мои коллеги по рыбалке мои старшие братья и младшие также сегодня мы снова опять с вами встречаемся за рабочим столом где я хочу вам показать поделиться с вами не научить а поделиться с вами своим опытом изготовления мушки для ловли сига по моим данным по моим вообще вот исследованиям в интернете и вообще по слухам по общению со своими рыбаками знакомыми мужиками вот так же старшими младшими братьями да они сказали что эта мушка должна быть очень уловистая результативная кто-то говорил что она не должна быть а очень уловистая результативная на именно на себя и опять же не обязательно наши мурманской области а в принципе везде где сик и самый немаловажный момент как летом так и зимой вот что нам для изготовления этой мушки с вами потребуется друзья нам с вами потребуется крючок как я уже в предыдущих видео вам говорил когда мы вязали с вами бокоплава это кумха скат номер восемь вот такой же крючок в интернете я увидел эту мушку была на ровном цевье на прямом мне не понравилась но это мне но как бы мое мнение уже тоже за 9 лет плотного касать увлечения рыбалкой и тем более именно 9 лет у меня опыта в вязании мушек как нахлыстовых так и не только нахлыстовых поэтому я думаю мое мнение тоже учитывается я решил эту мушку перенести на изогнутое цевьё формы скат бокоплав а там дальше посмотрим на результат ну вот а значит с нами нам с вами потребуется вот это вот этот крючок дальше вот смотрите вот на я вам показываю вот нам потребуется латунная головочка по размеру крючка я уже просто установил на тиски крючок продел головку латунную и уже закрепил монтажную нить до для новичков которые в первый раз на канале может быть предыдущие видео не видели как обращаться с инструментами но хотят научиться вязать я буквально друзья вкратце расскажу вот смотрите вот это вот вот это вот инструмента называется он бобинодержатель или нити вот служит он для как раз такие основной работы при вязании мушек туда устанавливается катушка с ниткой юни фред фирмы 200 ярдов длина 80 это толщина у нас производства сша дальше у нас идет инструмент да бинговая игла называется либо в простонародье шила он служит для нанесения на финишный узел капли лака может и ни одной ну соответственно формирование головки мушки вот это у нас называется инструмент узловяз их есть два типа два вида моторелли и томпсон предыдущие видео на канале на моем можете посмотреть если вам интересно там все подробно рассказано показано описано ну и конечно же ножницы наши для отрезания удаления лишних материалов элементов либо для придания формы телу мушки дальше что нам а из материалов потребуется но как я уже сказал для этому как я уже и сказал это значит монтажная нить юни фред 200 ярдов 8 0 толщина монтажный лак венер черный цвет usa крючок кумха скат номер 8 головка латунная для утяжеления и вообще для формы посмотрите вот такое вот перо петуха черного цвета фирма фирма в принципе известная чтоб я ее называл поэтому назвать не буду и дальше нам потребуется с для тела либо розовый такой ярко-розовый либо красный ярко-красный дабинг а из дабинг я взял от 1 кота у нас добавлением люрекса это у нас искусственный такие искусственные волокна блест волокна блестящие светоотражающие и точно такой же дабинг а из дабинг оранж это у нас оранжевый цвет тоже с добавлением искусственных светоотражающих элементов для основного тела ну давайте с вами начнем дорогие друзья первый шаг мы продеваем головку продеваем головку на крючок дальше мы обвязываем от головки до загиба крючка нашей нитью дальше что мы берем с вами мы должны с вами сейчас создать так называемую точку атаки мы с вами берем люрекс извиняюсь дабинг мы его распределяем наносим на нашу нить вот такими круговыми движениями как бы его облегаем нить подводим к нашему цевью крючка и начинаем формировать нашу точку атаки в натяжечку и теперь смотрим до загиба до жала проводим вверх чтобы нитка совпадала доводим все оставляем это у нас с вами точка атаки дальше мы с вами берем оранжевый дабинг для основного тела мушки наматываем также равномерно аккуратненько и начинаем с вами в натяжечку не спеша формировать наше тело если оно у нас с вами получится коническим то это будет даже нам плюс потому что коническое тело оно уже себя давно зарекомендовало я не могу это объяснить вот чисто вот физически или как-то еще но я уже давно замечал если тело просто как говорится тупо по крючку намотана да там как попало там или тонко там экономим материалы эффект один он будет да но не такой особо а если мушка сделано на совесть тело на конус пошло то ну я не знаю видимо рыба то ли чувствует то ли видит что-то и поэтому мушка работать начинает и причем работать начинает хорошо так вот смотрите вот у нас сделано . атаки сделано основное тело дальше мы берем ось одну нашего от нашего пера петушка петушка вот так вот назад кость отводим привязываем к нашему месту крепления элемента можете мотать ниткой сколько угодно оборотов тут в принципе все равно тут эстетика она как бы все равно все закроется ничего видно не будет поэтому можете не переживать наматываем побольше ёршик ёршик делаем побогаче отводим вверх перо вверх перо 2-3 обороте кодзилла и контрольную делаем промоточку намоточку дальше вот эту вот лишнюю ось мы с вами берем отводим в сторону и отрезаем она нам уже не нужна с вами и теперь не лишним будет движением вот так вот все бородки нам с вами отвести назад намотать головку наши поправить вот нашу головку видите чё получается у нас получается как бы ножки проматываем хорошенечко не стесняемся проверяем чтобы головочка туго у нас крутилась берем узловяз и начинаем формирование нашей финишного узла я в последнее время стал делать в несколько заходов потому что так качественнее эффективнее уже он в любом случае даже если я не буду покрывать лаком он при всем желании просто не развяжется никак вообще натягиваем нашу монтажную нить лишнее отрезаем и самый немаловажный момент дорогие друзья берем наш лак капельку лака берем на иглу на дайбинговую и покрываем нашу головку покрываем лаком то что вот сейчас вы видите на головке там какие-то разводы от лака это все вытрется этого не будет все будет ровненько аккуратненько теперь просто берем палец представляем и прокручиваем если у вас ротор вот так вот прокручиваем и все головка у нас чистая аккуратненько и ровненько и ну вот дорогие друзья на этом ушка экспериментальная на которую я еще не пробовал сам лично ловить готова я и с вами поделился пробуйте вяжите ловите обязательно потому что как вы знаете уже может быть давно знали что в нашем деле главное это эксперименты пробовать надо всегда независимо от того от водоема там от приманки от погоды все надо пробовать настоящий рыбак всегда это знает сегодня потому что бывает любимые вот допустим воблер там да или блесна на спиннинге она сегодня работает ты сегодня приехал наловил а завтра ты приехал ты на свою рабочую главное не то что любимая а главное рабочую снасть ты приехал и ты просто не то что не наловила ты вообще ничего поймать не можешь я много раз попадал в такие ситуации вот поэтому теперь я склонен говорить ему говорю и буду говорить что надо всегда все тестировать и пробовать связал попробовал половил работает хорошо нет нет в этом видео я вам не утверждаю что эта мушка она рабочая она уловистая там все это просто экспериментальный как сказать опыт скоро я в конце декабря я надеюсь в начале января поеду на зимнюю рыбалку буду пробовать ловить на эту мушку сега зимой у нас в мурманской области город кандалакши вот как вы будете пробовать я не знаю но я надеюсь то что вам понравилось это видео вы поставите лайки подпишитесь если вновь прибывшие подпишитесь на мой канал если вам что-то не понравилось ну ставьте дизлайки там пишите комментарии понравилось не понравилось там какие-то если вопросы есть пожалуйста пишите я вам всегда отвечу вот ну что еще могу сказать спасибо вам дорогие друзья за внимание с вами был игорь канал мой называется удача рыбака спасибо что посмотрели мое видео и до скорых встреч до свидания пока пока